Приветствую, друзья! Я вам расскажу, как у меня во сне произошло понимание, как у людей происходит образование доминант. Ну и у меня в том числе. Вот как это происходило. Я спал глубоким сном. Почему я это понял, что я сплю глубоким сном? Потому что неожиданный телефонный звонок меня разбудил, и я оттуда выскочил. И в этот момент я еще чувствовал, что я смотрю этот сон, и оказалось, что я смотрю сон, как наблюдатель, когда выскочил. Но сон там идет, и именно тот сон, который... Ну, короче говоря, там я одновременно оказался и наблюдатель ситуации, и участник ситуации. Получилось, что сон, который я видел, это есть продолжение моего размышления над каким-то вопросом. Но это происходило уже в глубоком сне, там, где автоматически происходило, там, где я был как бы отстранен от эмоций, отрешен от них. И поэтому вот эта обработка информации, над которым я думал во сне, происходила без страхов, комплексов, стереотипов, как бы освобождаясь от этих вот реакций и шаблонов мышления. Вот оно как. И вот потом я в какой-то момент полежал вот так вот в полубездумье, между сном и бодрствованием, в прострации такой, отрешенности какой-то, в созерцательности. И в этот момент вспомнил, что мне надо же книгу писать по зрению, которое мы с профессором-автермологом делаем. И у меня от этого сразу пошло напряжение, в этом нулевом состоянии, я как вспомнил, пошло напряжение, значит, сработала эндокринная система, антриналин, потому что пошла мобилизация. И в этот момент у меня произошло как раз таки то событие, которое можно назвать образованием доминанты. То есть я уже оказался внутри этого события, то есть внутри доминанты. Я уже начал думать о том, как же эту книгу сделать, успею ли я и так далее. Сколько там страниц, да что же там надо делать. Ну, короче, я оказался там уже в том мире события и уже ни о чём другом думать не мог. То есть я был в доминанте, то есть в трансе. Оказывается, вот что, когда доминанта, и мы внутри неё оказываемся, мы находимся в трансе. Мы ничего не слышим, ничего не видим, и там выбора-то другого нет. Выбор был у меня до этого, в этот момент, когда я был в полусне, полубоджествовании, когда я был в нейтральном состоянии, то есть в нулевом состоянии. Там у меня был выбор. Я подумал о книге, и произошло переключение в этом направлении. И я для эксперимента подумал в этом состоянии, межустом и бодрствованием. Подумал о том, что мне надо выступать перед вами, готовить контент, чтобы вам было интересно и полезно, и практически нужно. И да, действительно, у меня произошло переключение в эту сторону. То есть вот состояние нуля – это состояние, когда у человека есть выбор. Там он может переключаться и в том направлении, и в другом направлении. Он там свободен. Ну и такое состояние нулевое. Называется сегодня по-современному дефолт работы мозга. Это когда мы не задействованы на реакции постоянные, когда у нас есть время, бесконечность времени, безвремени. Да, это такое событие, когда твоего эго нету. Ну это же по существу нирвана. Там же называется это же состояние, по-другому еще и самадхи называется, ну по-разному. Дзен называется, если задержать во времени. Это состояние переключения между. Ноль – это очень интересное состояние. И во сне, оказывается, на тех уровнях глубоких тоже возникает. Ну и таким образом, получается, от головы до пяток мы все пронизаны различными уровнями вот этих вот ритмов, вибраций, так называемых. Да, очень интересно. Очень интересно. Я рассказал одну из точек зрения на образование доминанты. Я рассказал о том, как легко они там формируются. Ты, когда в нейтральном состоянии подумаешь об одном, у тебя в этом направлении формируется доминанта. Подумаешь о другом, в другом направлении. Ну а это уже трансы. Это уже транс. Человек, вот запомните, мое мнение такое. Человек постоянно находится в трансе. Наша задача – научиться вызывать, получать нейтральное состояние для того, чтобы научиться способностям, навыкам осознанно переходить из неуправляемого транса, спонтанного транса, в управляемый нами транс. То есть по существу повысить уровень своих свобод. Чтобы то, что непроизвольно у нас происходит, чтобы мы могли управлять этим осознанно. Потому что человек управляет только тем, что он осознал, а все остальное управляет им. Таким образом происходит самопознание, саморазвитие. Это и есть духовное развитие человека. Потому что он там научается управлять своими эмоциями. И эта победа над эмоциями не такая, как нам кажется. Когда насильно мы себе вколачиваем, это нельзя, это можно, это нельзя. Нет. Это органично все происходит, когда у нас есть знание. Да, знание – это сила, конечно, друзья. Но пишите свои комменты. Может, где-то я ошибаюсь, может, не ошибаюсь. Может, как раз я обогнал время. Потому что так, как образуются доминанты, вот психологическая настроенность подумать о книге тоже создала трансформацию в доминанту психофизиологическую. Я уже внутри нее уже ни о чем другом думать не могу. Это уже транс. Да, ну так никто никогда не писал. Поэтому я вас прошу, пишите комменты. Мы обсуждаем. Это очень важные вопросы. Чтобы люди, наконец, развивались, открывали глаза, осознавали, вот последние годы очень модно, осознанное. Да. Ну, раньше говорили сознательное. Ну, теперь давайте. Пишите комменты, обсуждаем. И еще я хочу задать вам вопрос, друзья. Очень много мне пишут люди в личках. Очень много и в комментах под роликами. Есть просьба о помощи. Ну, просто дать совет, как выйти из стресса, как использовать энергию стресса для решения нерешаемых вопросов. Там и так далее, и так далее, и так далее. Я готов, если вы мне дадите совет, как технически это сделать. Потому что, когда мы это делаем, объявляем заранее, вот завтра у нас ликбез бесплатный. Во столько-то, во столько-то. Тема-то такая-то. Ну, это целая история это делать, понимаете. Да, это руки нужны. Сейчас все в разных городах находимся. А давайте так. Может быть, кто-то знает, как это делается еще проще. Например, нажал кнопку. Вот я, допустим, сел за компьютер, да. И мне пришел вопрос какой-то. Да, я могу для всех отвечать на этот вопрос сразу. Не создавая объявления этих. Ну, просто какая там существует кнопка. Подскажите. Сделаем трансляцию, пожалуйста. Заходите в зумы там. Сделаем, пожалуйста. Я готов. До встречи. Продолжение следует...